сейчас летом мы будем с тобой ходить в пол в пол можно не такую карточку вечерний выход в ницце на побережье что не такое вот не померяю я шифон с разрезом будем бить самое дорогое что у него есть нет кит послая о чем ты думаешь сердце добрый день стильные люди в основном моем канале в гостях стаски мы сегодня в гостях у замечательного очень креативного модного бренда который существует с 2017 года и это бренд на имелос мы конечно же сегодня с дарьей не могли не приехать до дошла потому что у бренда вышла новая потрясающая коллекция из натуральных тканей это limited edition поэтому все что тебе сегодня понравится нужно бежать хватать потому что количество этих изделий сильно ограничено и у нас сегодня премьера рубрики мы сделаем не просто обзор сегодня выходит первый выпуск рубрики стася наряди где команда подготовила мне карточки мы будем вынимать с дашей в одной карточке специально смотрела для того чтобы мне было самое интересно и собирать образы под разные ситуации конечно же я не могу тебе не напомнить что у нас во-первых есть телеграм-канал есть индекс цен здесь мы очень радуемся твоим подпискам и твоим комментариям пожалуйста не забывай про это мы рады тебе везде и твоя поддержка сейчас для нас супер полезный супер актуально сейчас я в предвкушении просто вот так вот ручками почувствую потому что мы бежим смотреть эту уникальную красивейшую коллекцию причем надо сказать что здесь есть элементы изделия верхней одежды здесь есть очень красивые брюки с классной посадкой здесь есть самые красивые платья для твоих торжественных выходов присмотрись потому что скоро выпускные свадьбы торжества я сейчас буквально здесь прошла по центру москвы каждое второе кафе делает уже летнюю веранду и нам нужно с тобой что блистать ну что давай посмотрим что дают я понимаю что я сегодня не уйду без покупок но просто это нужно принять как факт что я не только шопоголик но я человек зависимый от натуральных тканей и очень красивых изделий но невозможно пройти мимо вот такой очень красивой рубашки обрати внимание это леопардовый принт но он на имеет очень красивую расцветку не ту расцветку рыжую которая идет не всем не всем колоритом да а какую-то очень такую базовую расцветку обратить внимание да мы с тобой всегда обращаем на такие важные моменты которые придают актуальность изделию а это широкий манжет до широкий рукав это достаточно такой видимый скажем так воротник длинная рубашка и можно носить как верхний слой летом до потоп топы здесь замечательные очень модные и актуальные тебе сейчас их покажу то есть расстегнуть рубашку внутрь поместить топ или майку и с какими-то брюками допустим это поженить но я не буду тебе рассказывать образом решили собирать сейчас немножко по обзоре мы будем собирать так ну что я тебе могу сказать вот этих платьев уже не осталось и не останется потому что я сейчас буду умереть это просто какое-то потрясающее изделие сексуально это модно потому что да мы опять же говорим про леопардовый принт я вижу себя конечно где-то на лазурном побережье в этом я так подозреваю что здесь можно перезастегивать крест на крест надо сейчас посмотреть крест на крест лямки ты посмотри просто до эдитации сегодня наставы на шифон забыла сказать у бренда производства выведен на аутсорс но производство находится в россии в екатеринбурге и мы с тобой по нашей старинной традиции смотрим внутренние швы посадку мы сейчас посмотрим даже смотри швы очень красиво все сделано все нас оверложено никаких ниток да даша пометую наши с тобой слезы в масс-маркете здесь можно просто наслаждаться качеством каждого изделия так но это вот это что это подъезжает ход рекомендацион потому что у нас с тобой вроде бы топ видишь этот топ который можно носить на брюки можно еще какие-то шифоновые брюки подобрать сюда можно на джинсы это супер актуальная история когда твой топ знаешь что-то такое посередине вроде бы топ или платье да и вот эта стилизация платья на брюки сейчас одна из самых актуальных стилизаций я бы еще носила просто как платье смотрю как-то но надо верить конечно но мне кажется будет тоже потрясающе сексуально можно носить сандалями можно носить под ремень есть ощущение да нужно поглядеть нет не получится но под шорты точно получится сзади видишь какой разрез и я думаю что здесь за счет того что есть еще вот такие различные скажем перепады и отдельные элементы можно еще что-то подзавязать сто процентов чтобы у нас получилась такая еще более ощутимая деконструкция которая присутствует в этой вещи очень красивая вещь я считаю что это такая история когда у значит есть брюки от которых ты устала есть джинсы от которых ты устала потому что их носишь постоянно футболка топ да для того чтобы 8 900 всего лишь вот для того чтобы собственно не покупать к ним кучу каких-то элементов до достаточно взять какого-то акцента вот этот акцент по форме ты сил сто процент акцент по форме который даст как раз перца для твоего образа только проговорила про шифоновые брюки они появились посмотри какие красивые прозрачные внутрь можно надеть какие-то трусики шортики можно собственно если ты не стесняшка ничего не поддевать можно носить с какой-то удлиненной рубашкой а за счет этого у тебя будут прозрачные ноги но все то что вызывает вопросы скажем так область шага паха это все будет прикрываться с жакетом или длинной рубашкой поэтому на лето мне кажется идеально тем более шифон ну и у нас тобой тоже уже сложилась традиция да когда мы смотрим в каждом бренде платье комбинации здесь нельзя назвать это платье комбинацией скорее всего это платье в бельевом стиле да она из смесовой ткани 45 процентов здесь вискозы обрати внимание вот эти платья которые похожи на майки это тоже такая мини тенденция но я бы сказала что это уже классика потому что как раз это платье можно конвертнуть вообще в любую стилистику да абсолютно здесь конечно она в пол потому что скорее всего ой какой вывес тоже скорее всего его планировалось сделать таким платьем на выход для летнего выхода можно длину подбить сейчас я знаю что спросишь какая должна быть длина до длина у нас должна быть прям пол в пол мерить в ателье нужно идти в тех туфлях или босоножках которые ты собираешься под него надеть на для того чтобы она все таки бы тебе было комфортно ходить но но все таки было в пол да и дальше я обожаю такие вещи потому что дальше мы можем с тобой абсолютно спокойно носить но вот даже с белой рубашкой палету да здесь она нас приталенная с белой рубашкой палету просто расстегнув рубашку добавив внизу кроссовки и собственно это будет очень актуально потому что помнишь мы с тобой в прошлом выпуске говорили о том что у нас либо в пол либо мини другого не дано вот миди пока такое вот знаешь на стопе хотя мы видим осенью зимой в показах ботега в прадо миди особенно костюмы с юбкой миди они присутствуют да но вот сейчас допустим летом сейчас летом мы будем с тобой ходить в пол в пол господи извините а не могу просто мне нравится одно и начинаю смотреть глаз цепляет другое просто я не могу оторваться смотри мы можем собрать собрать с тобой потрясающий образ богачеству для твоих самых красивых выходов понимаешь то есть здесь не обязательно должно быть пальто здесь может быть какой-то пиджак здесь может быть шелковая блуза но вот так это что-то можно пойти в концерт в большой театр на свадьбе на выпуск но и намекаю тебе в общем-то вариантов очень много причем смотри ты можешь это платье надеюсь какой-то даже курткой косухой это тоже будет очень актуально поэтому платье универсальное если хочется купить что-то одно я бы реально на лето брала в какую-то платье комбинации платье в бельевом стиле перед тем как мы начнем собирать образы хочу показать тебе еще верхнюю одежду потому что действительно то что сейчас супер модно то мы и наблюдаем конечно же плащ xs вот то мы и наблюдаем здесь потому что бренд очень быстро реагирует на тренды да для нас это важно потому что мы с тобой не только стильные но и модные xs конечно мне будет мало да да но ты наверное заметила тоже себе в этом сезоне купила длинный плащ потому что это прям супер модно это эко-кожа эко-кожа очень приятная ты знаешь не шуршит как вот это вот скатерть самобранка из из чего там делали скатерть дашь ну из чего делали скатерть ну такая вот скатерть из пленки значит они не шуршит как клеенка на деревенском столе очень красивый и приталенный обрати внимание при всем при этом я сейчас меряю xs ты должна понимать что если возьму свой размер будет еще более отчетливо наблюдаться вот здесь вывезенная линия плеча да это тоже некий триггер актуальности для нас поэтому я всегда обращаю внимание на эти детали чтобы ты не промахнулась вот когда ты будешь покупать себе что-то чтобы ты не промахнулась мимо того чего необходимо учесть учесть так у нас еще с тобой есть здесь вот такие оверсайз пиджаки смотри что хочется сказать про размерный ряд размерный ряд здесь от xsdm но не расстраивайся не расстраивайся если у тебя другой размер здесь есть модели one size я тебе тоже покажу их ну и собственно вот такие жакеты мы саре вот такие жакеты которые тоже абсолютно точно подойдут для l размера потому что они достаточно просторный оверсайз то при всем при этом очень комфортный и сейчас пытаюсь понимать да сколько я там какой размер я меряю сейчас все скажу так это у нас с тобой размер one size как раз вот и я тебе хочу сказать что он прям свободный то есть для эльки тоже можно здесь что-то подобрать приехать посмотреть примерить понять насколько это твой бренд модная куртка one size тоже эко-кожа знаешь такая выделка как будто зернистая кожа очень похожа на кожу вот знаешь сразу не скажешь что это эко сделана она в стиле такого casual спорт да потому что немножечко напоминает нам бомбер да это one size поэтому тоже можно приехать и примерить разным девочку в разных размерах смотри очень красиво вот эти элементы это прям то что сейчас супер актуально и выдает у нас очень модную натуру стилизуется эта вещь абсолютно с любыми элементами твоего гардероба то есть не нужно его постоянно водить спорт можно водить в кэжуал поэтому видишь даже с костюмными брюками смотрятся красиво и уместно ты знаешь я очень люблю внимание брендов к деталям обратить внимание какой здесь воротник с отлёточкой да у нас здесь продумана каждая деталь том числе у нас есть очень красивые такие карманы которые уводят нас в спорт кстати и здесь есть еще вот такие костюмы до идеальная для девушек которые работают в офисе но они хотят носить пиджаки до это можно уводить в спорт смотри страховками как это выглядит супер да можно стилизовать лодочками собственно тоже будет смотреться очень круто это вещь универсальная эта вещь базовая эта вещь которая будет уместна и сейчас и в прошествии несколько лет поэтому шо ход рекомендацион причем есть еще очень красивый вариант в молочном свете есть вот в таком граффити графит вообще любовь я ну ты знаешь люблю серый да я тебе обещала гипношар купить волшебный да вот таро уже приобрела в общем-то карточки делала моя креативная группа я их не видела собственно посмотрим что они приготовили надеюсь они не предложили как он цвеют и сейчас вытащу и не смогу найти подобный образ и бренде в этом хотя я очень сомневаюсь потому что еще раз мы можем с тобой в принципе стилизовать какие-то да универсальные базовые вещи в любую стилистику которая нам необходима ну что у нас там это очень интересно смотри нам нужно подобрать образ для встреч со стасей ну это на самом деле такая веселая история потому что клиенты даши в том числе всегда говорят что они очень готовятся к тому чтобы со мной встретиться и выглядеть соответствующе унести такое как бы крутое высокое название стильного человека ну что посмотрим слушай ну что я могу сказать я тебя буду рада видеть в любом наряде конечно же но опять же давай учтем момент ситуацию как говорится ты встречаешься со мной со стилистом с президентом стильных людей ты прекрасно знаешь что я драматик да как бы и скорее всего я оценю что-то очень модное супер яркое и то что на самом деле честно тебе могу сказать я оценю то что на тебе потрясающе сидит но давай ради эксперимента я бы конечно оценила как знаешь немножко джулия фокс вот такой образ с брюками кожаными и с таким же топом и наверное я бы его сопроводила еще потрясающий по посадке потрясающий просто я это знаю вот такой жакет приталенный идеалити верчу верчу запутать хочу так встреч со стасей мы отработали почему я не удивлена свадьба подруги здесь мне хочется сказать что обязательно поинтересуюся дресс-кодом да сейчас это принято для свадьбы пара определяет дресс-код она определяет определенную цветовую гамму до в которой хочется видеть своих гостей знаешь чтобы потом твои свадебные платья не испортил какая-нибудь тетя лариса в жутких розочках вот это вот две засады которые всегда портят фотографии бутылки кока-колы красные на столе и тетя лариса вот откуда-то в жутких розочках да поэтому обязательно поинтересуйся а еще общие принятые правила да вроде бы как не носит черный но лучше поинтересоваться у пары насколько это уместно потому что значит некоторые где они будут покупать ничего специального для свадьбы что есть гардеробе в том пойду поинтересуйся быть лаской и лучше не надевать белое потому что как правило белый цвет невесты и не нужно забивать ее своим прекрасным шикарным белом платье договорились что пойдем посмотрим что дают здесь на самом деле все изделия также построены по принципу монодроба да когда у нас есть абсолютно выверенная цветовая гамма очень круто потому что все классно работает между собой можно собирать из различных стилистик классные образы потому что они все между собой сочетаются и работают и есть еще вот вот это вот просто моя любимая строчка потому что я здесь конечно облизывалась на сайте что это такое облизывалась на сайте на эти сатинированные костюмы прежде чем я тебе покажу его да я хочу сказать чтобы ты учла момент места прохождения свадебной церемонии это не знаю это церковь это венчание это какой-то шикарный ресторан это свадьба у бассейна недавно мне кто-то такой запрос присылал это свадьба на пляже это свадьба как это вы знает церемонии это шатер в общем миллион различных вариантов может быть эти говорю как человек который долгое время работал в свадебной индустрии поэтому этот момент для того чтобы тебе было комфортно тоже нужно учесть я хочу показать тебе вот такой красивый костюм который состоит из брюка брюка который состоит из брюк цвета даже не могу тебе сказать какой он сложный цвет да это не совсем функция не совсем фиолетовый за счет того что поверхность сатинирована она дает блики работает да с освещением и собственно нельзя его назвать каким-то одним словом здесь у нас есть еще вот такой красивое такое сопровождение вот такое пальто я бы сказала сатинированное сатинированные вещи всегда смотрятся нарядно всегда то есть мы сейчас покумекали с дашей красный не выбирали но опять же здесь очень много красивых красных платьев если собственно это подходит под идею свадьбы под дресс-код почему бы нет но мы выбрали специального такое нетривиальное решение для того чтобы показать те различные варианты так что мы можем сюда еще взять мы можем взять с тобой ну кроп-топ наверное для свадьбы нет тебе будет самой некомфортно да ой какая красивая юбка блин но белая но годы но мы сейчас ее обязательно хапнем для какой-нибудь нашей одной из наших стилизаций сейчас я подберу какой-то верх хочется кроп-топа потому что модно но не будем рисковать да очень много кроп-топов черная рубашка прозрачная с удлиненным манжетом которая сюда подошла идеально но мы с тобой не будем рисковать и выберем белую рубашку белую рубашку которую будем потом носить с тобой до радостно почему бы и нет смотри как красиво мне кажется очень у нас красивый такой стильный выбор тем более но подруг на подружки на свадьбе конечно даша у тебя рука счастливая дашь даже давай ты выберешь ну блин я сейчас к чуть выберу выбери чем дашь спасибо свидание ну что же будем бить самое дорогое что него есть нет послая о чем ты думаешь еще в сердце в сердце будем бить ну что нас должно быть не в лоб как ты понимаешь но мы сейчас коллегиально решили хотя не дашь и не я уже давно не были на свиданиях но мы знаем что мы знаем тонкости психологии восприятия тем более мужской психологии поэтому мы выбираем платье мы не выбираем красное с тобой чтобы это не было слишком агрессивно потому что красное это про где-то про агрессию где-то про силу доминирование но если тебе надо вот и где-то про власть поэтому нет давай оставим этот момент дальше мы смотрели на это черное платье нам очень нравится своей лаконичностью при этом разрезом но длинное платье вот скажет готовилась на специально мы не дадим ему пищу для таких размышлений поэтому мы берем платье которое будет нам очень красиво формировать фигуру не будет выглядеть очень претензионно и по вечернему и при этом посмотри у нас по-хорошему еще с примерем конечно должна получиться идеальная фигура в этом платье плюс разрез который все любят да и вот это мелькание ноги в разрезе так иногда улавливает их мужской глаз это то что нам с тобой идеально подходит плюс у нас что у нас с тобой акцент на талии это того что любят мужчины я как-то выкладывал как раз stories про все эти элементы восприятия да и откуда это пошло это пошло еще когда он за мамонтом ходил но собственно если у нас девушка в приталенном образе для него равно такой триггер что женщина не беременна сейчас конечно не размышляет на эту тему все это интуитивно складывается его предпочтение складывается интуитивно но собственно ты должна понимать что оверсайз нужно ставить для твоих модных выходов они для выходов с мужчиной мешаем 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 наша четвертая карточка даже чем думать что там будет учета не знаешь я тоже так вот прям 2 ухватил прям жаль ничего так музей сразу хочется сказать что мы все-таки живем 21 веке у нас уже нет такого четкого дресс-кода для музея или для театра потому что я помню тут на днях кого-то и чморили за красную шапочку в театре но собственно нет сейчас четкого дресс-кода но мы понимаем что предпочтительно выглядеть прилично скорее всего я наверное бы не пошла в каком-то спортивном образе я бы выбрала что-то более классичное но все-таки давай не забывать что мы живем в век комфорта и мы выбираем себя а не то что о нас подумают но есть к имиджевая история которая всегда работает если мы говорим про то что это работает почему бы этим не воспользоваться собственно я тебе предлагаю взять этот костюм который тебе показал в черном графитовом цвете но в молочном для того чтобы это было все-таки так заметно и очень красиво и выделял у тебя из всех посетителей музея вот тем более это вансайз тем более это классно стилизуется как с кроссовками потому что в музее я помню как я ходила в орнитаж просто я сбила все ноги в кровь поэтому я бы пошла в кроссовках или сандалях это сто процентов этот как раз костюм позволит тебе сочетать его в разных стилистиках и с разной обувью можно с лоферами можно с кроссовками можно с красивыми босоножками с открытыми пальчиками то есть если тебе нужно вывести во что-то более элегантное вот что-то более красивое яркое примечательное то мы сюда берем акцентные босоножки акцентную сумку добиваем это все украшениями и вот валяшечки пожалуйста простой спокойный костюм превратился во что-то интересное я хочу чтобы мне попалась карточка чтобы я примерила вот это шифоновое платье или брюки даша а еще еще есть один образ на который я давно облизываюсь на сайте брюка брюка это юбка годы и crop top можно не такую карточку вечерний выход вниз на побережье что не такое вот сейчас будем надеяться не померяю я шифон с разрезом школьный выпускной ребенка я все равно померяю я все равно померяю это шифоновое платье с разрезом брюки шифоновые юбку годы я все равно померяю ничего мне не говори почему пойти к ребенку на выпускной конечно же в платье вот в таком с каким-то разрезом большим таким заметным разрезом на спине вот это но чтоб все учителя там попадали сложились в штабеля опять же папы папы выпускников чтобы заметили ну ладно я шучу даша вот те шифоновые прозрачные брюки не подойдут как ты думаешь так слушай но менее я бы тоже наверное не взяла ой вот выпускницу бы в это платье нарядить посмотри как красиво так давай рассуждать логически нам должно быть удобно потому что выпускной перейдет в безудержный пляс правильно правильно нам должно быть на официальной части комфортно потому что вдруг нас вызовут на сцену вдруг мы голова родительского кабинета это вообще мы должны вот мы должны выглядеть так чтобы было понятно мой ребенок самый лучший вот и плюс ко всему нужно учесть что действительно там это должно стилизоваться и потом с твоим гардеробом чтобы это не было такой покупка на один раз ты знаешь я бы наверное даже бы рассмотрела бы комбинезон но я знаю что очень красивая посадку этого комбинезона но я видела но меня здесь смущает декольте раз и два все-таки комбинезон ты его туда-сюда не поснимаешь там понимаешь о чем я говорю поэтому наверное я бы взяла что-то еще более комфортное наверное я бы взяла брюки смотри у нас есть очень красивые брюки широкие пол прямые классичные которые ты можешь потом носить даже с белой футболкой с кроссовками так что у нас к ним что у нас к ним у нас к ним слушай мы можем взять вот в цветовом единстве на самом деле в цветовом единстве добавить к ним вот такое шикарное пальто это на самом деле пальто пиджак это костюмная ткань и построить его такую очень крутую вертикаль внутрь можно добавить все начиная от топа заканчивая не знаю куда майкой кроп топом здесь уже смотри да ты на официальной части застегнута когда закончилась официальная часть ты пошла в растворацию сняла как бы этот прекрасный удлиненный жакет пальто и оттанцовываешь себе там в рубашке даже в той же белой рубашке кроп топе можно можно то есть понятно что красный кроп топ внутрь и белая рубашка идеально это будет носибельно потом это будет очень красиво это будет элегантно и это будет супер комфортно потому что у тебя появляется вариативность на официальной части ты одна да в ресторане то другая но собственно дальше и не знаю где закончится выпускной твоего ребенка мы можем с тобой взять и стилизовать белым жакетом я бы даже наверное взяла ты знаешь не оверсайз двубортный да у нас здесь еще есть вариант приталиного мне хочется взять приталиный потому что у нас достаточно широкие брюки хочется построить на перепаде объема посмотри как красиво и мы с тобой повторяем обувь цвет жакета соответственно мы себе не рубим ножки на цветные кубики да повторяем покупаемся светлую обувь а может быть она у тебя есть добавляем красивые золотые какие-то украшения здесь прямо не просятся и какую-то акцентную сумку это будет очень красиво я бы на самом деле на этом остановилась даже не на удлиненом пальто а именно на варианте с жакетом потому что ну это правда красиво это правда универсально этот жакет можно носить потом с чем угодно тоже начиная джинс заканчивая кожной юбкой я сейчас просто вот от балды я не знаю твоего гардероба и красные брюки тоже будут работать на твой гардероб просто универсально стабильно элегантно просто вот смотри корсовки брюки белая футболка сверху косуха допустим сверху какой-то жакет другой сверху белая рубашка вариантов миллион ну что я надеюсь тебе понравился наш сегодня выпуск такой первый стать наряди рубрики тебе понравился бренд в котором мы сегодня находимся я хочу его поблагодарить за гостеприимство за такие красивые изделия которые вдохновляют меня собирать эти образы и прям захоти правда захотелось померить правда захотелось носить я думаю что у тебя точно так же как у меня разыгралась фантазия куда-то в этом пойдешь набросал уже все планов на лето я просто в этом убеждена хочу напомнить тебе что если ты подпишешься на наш канал ты будешь первая получать колокольчик о том что выпуск вышел обязательно подписывайся на нас яндекс дзен телеграм-канале там где тебе удобно за нами следить ну и конечно же хочется тебе намекнуть что мы продолжим снимать эту рубрику если она тебе зашла а как мы поймем что она тебя зашла мы ждем под этим выпуском 4000 лайков чтобы дальше бежать дальше и снимать подобные обзоры ну и конечно же мы призываем тебя писать в комментариях какие ситуации какие кейсы ты хотела бы разобрать мне кажется у нас миллион задач с тобой впереди очень много планов ну что мы увидимся совсем-совсем скоро пока пока